Привет, здравствуй, любимая. Вторые сутки, как я нахожусь у человека, который может меня прописать. Словерт немного недопонял. Дома страха. Хочу семью, я хочу детей. Что там делают эти девочки? Там кто-то сидит просто. Где это там головы? Вышла с дому. Говорю, я пойду гулять. Я с тобой, я с тобой. Я говорю, я одна хочу. Подожди, я сейчас сидела. Я ушла. Думала, влез по грибы. Но в итоге уже темно. Они думали, что я уйду сама. Это какой-то археологический... музей. У, туалет есть. Не, не хочу. Тут где-то какая-то есть речка или канал. Туда сейчас тоже пойдём. Короче, на сайте, где я размещала этот сайт знакомств, там были старые данные указанные. И он думал, что я готова ко всему. Он говорит, когда-то сегодня будешь супружеский долг исполнить. Какой супружеский долг. Пипец. А ты спираль ставила? А ты то делала? Кто понял, тот понял. Дотеплится у него, короче. Будешь, короче, овощи у нас выращивать. Но мне-то всего нужна прописка. И найти бы жильё, когда появится денежка. Человеку 50 лет. Сразу же сходу давай ночевать в комнате. Разведён два раза. Я больше готовила. Посуды кормила. Посуда, все дела. И на работе будет. Вот сейчас я живу у Виктора и Николая. Они из... Чтоб не соврать, а... Они, короче, тоже беженцы. Много где уже были. Как-то так. Это что такое? Белый гриб или... Ой, какой белый? Поганка. Вон там. Я нахожусь в 57, а то и в 60 километрах от Брюсселя, от центра. Меня забрали. В 7 вечера или вначале... Не, не в 7. Я по... Ужину. Супчик, бутербродики. Ну и... Вещи были собраны. Перед этим я с девчонками поехала и взяла им гуманитарку. Дали для борща набор. И всё. Для одного человека, наверное, и всё. Блин, опять дождь начал капать. Вроде в туалет не хочу. Просто часто, когда я сильно в туалет хочу, возможно, падёт дождяра. Тут девчонки лазают. Ясные. Вечером буду с Николаем, братом его, языки изучать. Сплю я в комнате его дочери. Дочка не захотела на выходных приходить. Они где-то недалеко живут. Я только сегодня узнала. Он приходил вчера, борщ не захотел есть. Подростки. Когда с кассой гуляю, надо увесить из дюка кротающие. Хочу нравиться образом, когда получил денежку арендовать жильё и жить со своей любимой девочкой. Я нашла человека, который готов взять её на переодержку, когда я ещё была в Ариане, в Брюсселе, в центре и там, где трансляции делала. Собака-то около Варшавы. Чтобы вы понимали, Диана, которая присматривает за собакой, и я ей, она мне. Они писали больше полмесяца и не в курсе, где, что и как собака. Так, орех есть. А это что, еженька? Орешки. Сырока улетела оттуда. Ух! Что-то прохладно стало. Конечно, не за домами шло такое. Я так вышла и дома. Орех, орех. Маме сообщила два дня тому, что, типа, нашла человека. Собрала вещи. Ой, дождик распущился. Тогда устанавливаюсь. И смотрю, нету галочки в WhatsApp. Пишу, получается, брата, жене брату. Он с ним и живёт. Мать умерла, а он несовершеннолетний школьник. Живёт с братом и с женой, получается. Пишу, говорю, что-то. Маме пишу, типа, нету этой галочки. Он говорит, интернет и связь нет. Отсутствует, тут есть. Я так и поняла. За интернет я ещё читала давно, что фигня такая. Как-то так. Папа всё равно написал в Телеграме, не отвечал. А прописку хотели сделать в пятницу. То есть меня в четверг забрали. В пятницу мы приехали. Вроде бы как в отпуске. Женщина, вроде бы как, которая должна прописать. А этот уже на всех парах. Готов. Прям, говорит, я на тебя женилась. А это... В пятницу это вот. Налил алкоголь. В портфель, не портфель. Такой, как... Чтоб я упил, портфель поднимает. Что не этот, только... Настойка или ликёр какой-то. Сладкая. Как будто я где-то у нас. Здесь... А что, увеличивать нельзя спереду? Спереду стукат. Ладно. Там, надеюсь, было видно. Ехаю в канал. Мосты все целые. А я что-то ручка замерзла, так вытягивать вам. Канал. По нём ходят. О, мопед, фу. И тут они такие, они очень, как у нас. Все по звуку, наверное, как все шахида или кто-нибудь там. Господи, поскорее это всё заканчивается, прекращается. Ой, фу, как он звоняет. Так, а там есть проход? Ой, лавочка, класс. Тут хоть лавочки есть. А то в Польше, помню, когда я ходила там, по этим городкам. Нет? Да. Сейчас качество снизилось с 4К. Наверное, 10.80 или как-то у меня 10.60. Которое 10.60 или 10.80. Чтобы побольше видео улезло. Он такой мне рассказывает. Да ты тут отдали это минимум. Виктор, который меня взял. Короче, вы понимали, какая ситуация? Я вообще не общалась с этим человеком. Этот сайт знаком с Мамбо. Кто знает, кто не знает. Он мне написал. Он мне написал. Я закрыла доступ к сообщению лично, чтобы мне присылали. Может, подарок подарить, а ты можешь ещё этот написать лично. Он открывает сообщение. Это принято, если мне ответишь. Канал. У нас даже будет почище. Сейчас уже вроде бы надо валить. Потому что, кстати, готова всех. Возле водички. Он мне написал под фотографией комментарий. Я тебе помогу. Я написала. Нужна прописка в Брюсселе. Сейчас у меня отключена с этого связь. Брюссел только Bluetooth и Wi-Fi. Он, наверное, возможно, звонил, когда я смог собогнать. И, короче, у нас один звонок был. Мы с девчонкой как раз ехали с Элей. Нет, с Леной. За гуманитаркой. А, вон там баржа. Мы только ехали. Я искала билет-тикет для того, чтобы гуманитарку взять. Там приходишь с бумагой с Федосиловской. С центра регистрации. Там живая фотография и дата взъезда, по-моему, как. Я провтыкала эту бумагу. Возвращалась за ней в комнату. И не взяла. И в этот момент я позвонила Шетому Виктору. И мы стояли на пересадку автобуса, чтобы ближе подъехать. Потому что если там ехать на одном 79-ом автобусе... Долго. Слишком не идти. Долго. Сначала на 79-ом ездишь, потом пересаживаешься на 80-ом. Ну, опять и снова включаешь. Я типа сиди рядом к этой гуманитарке, там, секонд-хенд. И, если не ошибаюсь, тут и кофта взяла. Она очень тёплая, но она очень линяет. Одна печальная была овесь, когда я постирала прачечный. Достала весь и все лохматые. Короче говоря, это было вообще не круто. Как-то так. Ну, мы обменялись. Он... Я написала номер телефона. Созвонились. Он сказал, что я могу тебя забрать после шести сегодня. Я в афиге. С двух часов дня меня телепать начала. Овечки? Кто это такие? Да, овечки. Интересно, вас останутся минуты, чтобы вам показать. Ну, на телефон памяти. Сейчас, надеюсь, я сюда выйду, там, возвращаться в город, чтобы тут холодно вредно. Ну, лес был бы лучше пойти, наверное. Меееееее! Надя. 28. Годиком. Бежать недритые. Парочка слов. Выбежала ты с меня из дома. Я из дома из квартиры. С собакой. На пробежку. Я вчера хотела побегать сына моего. Но в итоге сам ушел. В 8 часов. Сказал, что у друга новая будущая появилась зева. Какая милота. Какая милота. Какая милота. Да и сорока возле них там стоит. Кто увидел сороку? Птичку. Утки летают. Жует, жует. Бегун бегит. Надеюсь не схудно. Я вчера ела утром омлет. И была у них рис с перловкой и бараниной. Они делали шашлыки. Или грили. Или что они там. А я ела. Хоть я не любил баранину. Баранина, да. Баранина. У какого озера есть какое-то. Или что это канал. Там что-то видно вода. Потом я аж поела в 4 вечера борща и больше не ела. Ладно, вру. Я еще делала оладушки. Два оладьи съела. Да. По-моему еще кусочек масла. Что кого-то смотрела. Там говорили, что если есть масло с сыром, оно очень насыщает. Сейчас же они уехали. Я съела макароны по-флотски приготовила. Мы делали на свинине борща. Было много мяса. Два килограмма, по-моему. На 6 литров. Или что, больше? Я не знаю, с какой-то кастрюлем такой. Немало. Я попросила, говорю, давай не все мясо достань. Да можно либо макароны, либо пирожки, либо еще что-то. Либо пирог сделать. Короче. Они, друзья, не купили. Можно было пиццу еще сделать. Готовить, да выготавливать много всего можно. Сегодня я съела маленькую тарелку макарон по-флотски. Потом штуки 4 оладушки. И один с маслом и с медом. Потом борща разогрела небольшую порцию. И все, все. Еще добавила 2 или 3 ложки макарон по-флотски. Сейчас я уже чувствую, что я натрамбовалась. Ну и две Рафаэлки. Вчера Николай говорит брат Виктора, к которому я приехала. Там Рафаэлки в холодильнике, это тебе. Сегодня спускай. Вчера была закрытая коробка. Я вчера поднялась где-то в 9 или в полдевятого и больше не спускалась. В 12 я уже спала, потому что Боря готовила эту посуду, мыла. По магазину выходили. Как-то и уснула в 12. Это вообще отлично. И этот. Получается. А что это тут за этот? Я сначала сюда забрела. Это какие-то как дачи мини. Женщина-бабушка на меня смотрит куда я пошла. А я сначала что-то не этот. А там короче как этот перегной какой-то навоз. Хоба вышла такая, поняла, это не музей под открытым небом. Археологически вроде бы написано там. Тут так шумно. Викасима. Эмма. Энэйм. Название какое-то. Шумно. Пчелошки, чекурики. Девочка-новидки. Вай. А, они тут все такие? Это что, бойскаут или что это? Ну, они все тут одинаково одеты в шортах, в юбках. Прикольно. Так. Было мясо. Я его сегодня порезала, встала. Потом. Поджарила с луком. Четыре луковицы. Одна средняя и три маленьких. Поджарила, отварила макароны. Макароны долго и нудно варила, плита индукционная. Два раза вода стекала. Потом, блядь, потом еще долго нудно ее мыла. Все-таки шкребком этим удобно пользоваться для индукционной плиты. Сейчас мы круг сделали. Ого, 20 минут. Это нравится, нравится мне. Такие видосы длинные записывать. Сейчас надо, кстати, мне еще YouTube Premium отключить, так как я в Риане жила и там только на нулевом этаже столовой был Wi-Fi. Я рядом со столовой и все. Больше не было Wi-Fi и немножко денежек меня подогонали. Обгонали, обгонали. Убой скалки какие-то, по-моему. Поверюсованные. Одеты одинаковые, надо бы спросить у Виктора. Что это за школа? Кружок какой-то, что ли. Ой, тут теплее. В первых зданий. Все на самокатах. Курточки одинаковые. С нашивками разными. Ой, рука уже подмерзла возле воды. Как бы он не лез ко мне. Убирала бы, дай. Готовый вот, по чуть-чуть. Да и то, мне говорят, ты что негр? Скажи ему, ты что негр? Давай, 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 давай! Туда мужика жили. Дети приходили. Пыли, грязи, море. Дети, подростки. Никто, ничего. Гоняет на великов без правил. Вообще. Поворот заехали. Вот что бы это. Нормально. Они, короче, тут без правил. И все равно, что на великов нету номеров, что им скажут. Все, что в голове у меня было, все, что мне в голову приходило, лишь, что я говорила вслух. Кто-то фотографию сделала в Кольце, домик вот такого с газоном. У его дома. Машина припаркованная. Сейчас в реальности. Сейчас в реальности. Сейчас, типа, для меня купили свинину в Лидле. Вася возвращался с работы. Не заехал в магазин. Какой-то по акции свинина бывал. Типа, вроде бы, как мне. Так, а я откуда-во, я отсюда-во. Да, я отсюда-во, не сюда. Я на карте отметку сделала дома. И шла, выключила мобильную связь, и она передвигается все равно. На гугл-карте. Потому что для меня просто я сказала, что я челяча малый. Ну, как она называется? Бебе, которое бене. Не казаха, а хауте. Ну, вы поняли, что не могу быстро вспомнить. Кладбище еще есть. Клайков. Прохладно стало. А вот такие дела я хотела себе записать вчера, либо сейчас, когда вот они уехали. То ходила, то полы протирала салфетками влажными. То еще чего-то на ступеньках. Это дом в порядок приведешь. Короче, будет фруктов. Там овощи садить, выращивать. Там тоже девчонка поехала, но она не в юбке. В общем, прикольно в таких коротких юбках на этом. В таких коротких юбках... Что-то мутно, или мне кажется? Все видно? Я окей на велосипеде? Да. Объявлялся некий парень из Германии. Ты понял, ты понял. Скоро там второе листво, скоро Хэллоуин. Я приеду, покажешь мне, как оно там в Бельгии. Так, помаду. Можно приложить в другой карман. Рыбочка так красить губы. Руку поменять, чтобы та погрелась. Кстати, вот этот параулок... Мы вышли с этого, который возле Рыжего с дома. Ой, свежо. Вот карпище. Я очень рада, что смотрю тебя. Я очень рада, что смотрю тебя. Я очень рада, что смотрю тебя. Блогера смотрю, которых давно смотрю. Которых два чем-то миллиона. Какой-то несчастный десятиминутный урывок. Два с чем-то уже миллионов просмотров. Ой. Подписчиков. И по 300, по 200 просмотров тысяч. Что? Мир. Кладбись. Не видно, не видно за кустами? Не видно. Да. Думала, там вас снимать в итоге. В Верусселе, возле прачечного кладбища. Так и не поснимала вам. У них, кстати, 1 октября. Это день, в который они приходят на кладбище. У них ничего не работает. И вообще ничего не работает. Тут, кстати говоря, дети стоят на дороге. Машины объезжают. И норм, нормально. Ох, это норм, слово. Там есть одна девчонка Настя. Подросток. Она на диване сидела. Вечно она там в столовке. Они там в вечном тусателе. Я с ними общалась. Это норм, норм. Теперь она ко мне придолбалась. Это норм. Слово-паразит. Так стоять. Ух. 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 нам туда. Тут, кстати, так в формировании натыка намного. Наверное, то, что жилой частный сектор. Вот в одном из таких домиков где-то я живу. Да, вот, я по этим листьям ушла. Да ещё можно идти до сюда, я подмёрзла. Да я таки рассчитывала, что чуть-чуть подмёрзла, надо идти домой. Говорят, что это за тренировки? Давайте я получу удаление. Хочешь, поудаляем? Оля. Что это значит? Солдет такой. А вроде бы сейчас прямо и больше не всё, я уже пришла. Да. Короче говоря, согласиться, согласились за кассе присмотреть? Я писала, что типа... Типа слово задело меня, что приостановилось. Написала, что мы с Украины, с Версонской области. Жили в Птаке полтора месяца. Всё это время я искала передержку собаки, оставила на девчонку молодую. У неё кошка есть. Мне нужно, чтобы вы могли присмотреть за моей собакой здесь. Но я указала, что собака там, в Польше. Короче говоря, девчонка одна мила, женщина откликнулась. Говорит, сколько вам надо? Я говорю, собака там в Польше. Я там живу в Ариане полтора месяца. Я ищу самостоятельно, где прописаться. Этот зарекался, что готов Виктор забрать, помочь. Ну и вот эти слова. Да, ты здесь в туалете. Вася, он без знания языка работает, но он в школе германский учил. Громатику схватил в четвёртом классе. И запомнил, типа... Да, я уже рядом. И типа, сейчас он на уроки ходит. Вася тоже разведён. У кого-то там жаркое окно открыто, а нам бы так прям закоченело за те два дня, пока добыла. Мне хоть дорогой газ. Всё дорого. Я в Ариане, когда была, блин, на пятёрку включишь варенье. На ночь включала батарею и спала отлично. Как-то приучили родителей, чтобы на ночь было выключено отопление. Своя подушка, своё одеяло, постельное своё, кроме простого. Кровать такая двухъярусная, разлаживать нижний ярус. На нижнем всё. На втором этаже всё. Немножко там протёрло полы, немножко там ступеньки протёрло, на кухне протёрло. Они приехали, давай через гараж заносить дрова. А вон уже машина стоит. А вон два груза. Это что-то дом напополам получается, потому что я так и не выбалась. Не видела со стороны, я больше во двор внутренний выходила. Там есть компостная бочка. Доносилась до этого подхода. Который перерабатывал органический. Подбешивает. И так уютненько всё это сортировать. И ничего. Справимся. Ладно, дорогие, не буду я там записывать видео. 33 минуты. Очень приятно мне видеть, что можно так снимать много. Ой, кот. Фух, я думал, кто-то идёт, а это кот, который там есть приходит. Цаева предъявлять будет, что я не подождала. Как красивенько. А, ещё что добавлю. Это социальное жильё. Они на русском общаются. Ну, именно. Соответственно, мы его слышали. О, у меня листьев есть какая-то сетка. О, у меня всё добренько. Пойду я. Дальше заходил в воду. В воду. Спасибо за просмотр. Ставим лайки, комментарии. Ставим, пишем. Делимся своим мнением. Делимся, конечно, за видео. Да и думаю, приятно читать приятные комментарии. Ну, и хейтери, и критику тоже. Без вас я бы не была я. До скорой встречи. До скорой встречи.